итак дорогие друзья все всем привет всем привет стартуем второй урок так всем привет давайте собираемся древо жизни тора древа жизни для тех кто за нее держится ведь его сзади древа жизни все собираемся прямой фир чуть-чуть и опоздал обещал в 10 извиняюсь а пришел позже вернее пришел в 10 но просто чуть-чуть меня перебили звоночком хорошо друзья все готовы готовы все всем привет кто на связи представьтесь где вы находитесь пока весь один у нас только зритель кто на связи давайте откуда зрители рыжков сердеев все привет и замерите конечно влад косов а бой боинг замерите до влад косов из киева все друзья основные здесь мы продолжаем изучать мишли и так у нас сейчас второе первая глава мишли мы изучили в первый раз мишли и шлома бен давид мелых израиль примеры шлома царя давида примеры шлома сына давида царя израиля значит для чего он сейчас эту книгу нам написал что он вообще хочет нам передать ледат хохма у мусар познать божественную мудрость чтобы мы познали ледат это познать как органами чувства абсолютно точно хохму и мусар мы изучили хохма это божественная мудрость которую бог аксиомы как он построил мир и дал через пророков и через тору и хохма по малбиму это то что разделяет между добром и злом то на что падает название добро или зло это относится к прерогатива хохмы божественная мудрость то есть бог оставил только себе он оставил право решать что есть добро и что и зло он создал мир это его мир он хозяин мира не можете сказать а я думаю иначе вот ты хозяин мира я думаю не очень нет это божественно мудрость познать то есть шлома царь салам он хочет чтобы мы познали через примеры божественную мудрость ледат хохма у мусар и мы познали, чтобы через жизненные примеры, мусар это система управления своим животным, леавин имрей бина, чтобы мы поняли слова бины, чтобы мы поняли слова, значит бина, самое близкое понятие вот этого качества интеллекта бина, бина, это от слова ливнот, строить, значит ум человека, он строит окружающий мир, из чего, из тех блоков информации, из пазликов, которые есть внутри, теперь бина, это объясняет Раша, что такое бина, это понять вещь из вещи, то есть это свойство ума, свойство интеллекта, когда ты видишь что-то, из этого сделать вывод, то есть это сообразительность, это логика, можно так сказать, вот например, муж с женой, муж, жена ему говорит вынеси мусор, он сидит, смотрит в телефон, и она включает свою логику, и ему говорит, все, теперь я поняла, что ты меня не любишь, это яркий пример бины, то есть она поняла вещь из вещи, он не вынес мусор, значит он ее не любит, все, то есть она из вещи поняла другую вещь, дальше она поняла, что он ее не любит, она из этого понимает, что он ее никогда не любил, потому что раз он ее сейчас не любит, она уже делает следующий вывод, а раз он ее никогда не любил, значит он ее обманывал, правильно, и дальше она раскручивает эту логическую цепочку, понимает уже вещь из вещи, что права была моя мама, которая сразу говорила, что он негодяй, все, то есть это бина, понятно, женщины говорят, что у них сильная бина, у них очень сильное вот это качество сообразительности, значит и после изучения книги Мишли мы поймем и хохму, божественную мудрость, и мусор, и научимся понимать слова понимания, то есть мы научимся вот эти вот строить причинно-следственные связи, глубинные цепочки, значит видите, у нас есть уже три главных свойства ума, первое свойство ума это хохма, но хохма это внешнее, это то, что Бог дал, то есть это от все ума информация, которую Бог сообщил, бина это свойство ума, работы с этой информацией и вообще с любой другой информацией, даат это познание уже готовых кусков информации, которые обычно человек же сам и создает у себя в мозге или он чувствует, видит, щупает окружающий мир, это даат. И мусор. Мусор это система управления собой, управления своим инстинктивным началом, значит дальше продолжает третий отрывок, третий отрывок звучит так, есть еще одна цель в этой книге, лакахат, лакахат взять мусор аскель, и тут появляется новое понятие сехель, и мусор мы уже знаем, что такое, но появляется мусор аскель, какой-то интеллектуальный мусор, мусор аскель, как здесь переводят, это другой мусор, то есть, видите, предыдущий был посок, предыдущий отрывок был, познать хохму и мусор обычный, мудрость и наставление, а здесь наставление разума. А и взять мусор аскель, какой-то разумный мусор еще есть, есть просто мусор, есть интеллектуальный мусор, сейчас я объясню, что это. Значит, в третьем отрывке сообщается еще одна цель этой книги, взять из нее интеллектуальный мусор, интеллектуальные наставления и понять, что такое цедек, справедливость, что такое мишпад, что такое суд, что такое мейшарим, что такое прямой путь. То есть, эта книга нас научит еще, вводятся новые понятия с самого начала, сейчас я объясню каждое понятие. Значит, мусор аскель, интеллектуальный мусор, значит, объясняет Малбим, что есть, есть, значит, обычный мусор, он идет через страх. От слова ЕСР – страдание, маасар – тюрьма, и он работает с чувством страха, обычного страха перед наказанием или перед страданиями. Теперь есть интеллектуальный мусор, это более высокая степень страха, которую переводят, есть такой трепет перед Богом, есть страх, а есть трепет. Значит, интеллектуальный мусор, он говорит, это когда ты начинаешь постигать, как все работает, и ты вдруг тебе открывается, кто такой вообще Бог. То есть, познать его до конца невозможно, но когда ты понимаешь его величие, его совершенно, то есть, ты поднимаешься, как бы взлетаешь с поверхности Земли, ты поднимаешься выше, 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 и вдруг ты вылетаешь в космос. И вдруг ты видишь галактики, вселенные, ты видишь мироздание, сферот и так далее. То есть, когда ты поднялся в абстрактный уровень уже такой вот интеллектуальной атмосферы, это именно, то есть, ты уже разумом туда ушел, это ты уже не можешь пощупать. В этот момент появляется трепет перед Богом. Это называется мусор аскель, интеллектуальный мусор, который, то есть, ты начинаешь трепетать перед величием Бога, и для тебя тогда грех этот становится вообще непонятным, он как бы, он исчезает. То есть, ты видишь всю животную, сущность вот этой всей земли так сверху. Словил Мауфе. Да. Хорошо, теперь это понятно, что такое мусор аскель, интеллектуальный мусор. То есть, это трепет перед Богом. Цедок. Что такое цедок? Значит, цедок это переводится слово справедливость. Цадик это праведник, да? Значит, цедока это тоже вроде справедливость, но по сути цедока это когда ты кому-то даешь. То есть, есть качество милосердия, качество давать, давать кому-то помогать, там и так далее. Это цедок, да? Действовать по справедливости, но даже не так. Мешпад это по суду. То есть, чтобы ты познал цедок, как действовать по справедливости, то есть, это милосердие. Мешпад, как действовать по суду это гура по букве закона и мэй-шарим это как находить золотую середину между буквой закона между строгостью и между мягкостью справедливостью то есть идеально идеально по жизни идти вот этот серединный путь золотая середина да то есть находить как было авраама виду да пройдет авраам у него было самое главное это хэсэ то есть он влиял на мир он все время был действовал и так далее ицхак об гура то есть чтобы не согрешить он был такой закрытый очень все время он был каждый обдумывал действия и так далее то есть он очень мало действовал яков это золотая середина и вот здесь он говорит что когда вы эту книгу изучите то вы из нее возьмете и этот великим интеллектуальный мусар и вы поймете когда действовать по справедливости и вы поймете когда действовать по суду по букве закона и вы поймете как находить золотую середину это за середину золотую середину еще один посыл посыл четвертый четвертый отрывок еще была одна цель у царя соломона у шлома мелаха в этой книге есть еще одна цель значит какая цель это латет ли птаим арма за честа те люди которые называются птаим пойти это наивны переводится страста простак наивный значит есть люди штука простак наивные он видит мир как он есть то есть он вот у него есть картинка и он вообще в глубь и не уходит и он но наивно он не понимает как все работает и если у де хитрые что такой хитрый человек он понимает все возможные хитрости уловки там и так далее у него есть уже опыт Так эта книга, она даст наивным арма, даст наивным хитрость, то есть она научит вот этих вот, не просчитывать, то есть есть злодей, начнется в первой же главе, с чего начнет он обучать, как устроен мир, с того, как злодеи совращают честных людей. То есть, и обычно наивный простак, пока его не обманут 10 раз, и то его обманут, он все равно не знает, как обманывать. Но тот человек, который знает, как устроен, как работают злодеи, он уже перестает быть наивным. И он видит, где и как его могут обмануть. И цель этой книги дать наивным хитрость. То есть, чтобы они понимали, как злодеи. Прямо первая глава будет о том, как злодеи совращают. Это прямо дословно, как все злодеи. То есть, я в свое время, до того, как стал религиозным человеком, у меня был период жизни, когда я общался с разными людьми. Я, в принципе, знаю, как думают злодеи. И прямо конкретно все как по нотам. Вот как царь Соломон в этой книге 3000 лет написал, как злое начало, как злодеи соблазняют и обманывают честных людей. Все прописано. И эта книга научит наивных быть хитрыми. Видеть хитрость. Ленар даат умазима. И поможет он наар. Наар это уже подросток. Значит, подросток, он уже такой прям хочет жизнь, хочет движения. Но у него нет еще познания мира. И у него нету, нет у него, вот чего нет у подростков, такого, знаете, намеренности. То есть, он делает, он как кон такой. А, туда, сюда. Знаете, как подростки себя ведут? Они такие все немного разболтанные. Так, эта книга, она даст подростку до познания жизни. То есть, царь Соломон через эти примеры передаст квинтэссенцию, выжимку жизненного опыта, который только есть. И мазима, это слово переводится как бомезит. Ну, такая намеренность, осознанность в действиях, такая серьезность в действиях. То есть, как мазит. Ну, а слово мазит, намеренность. Вот, мазима. Значит, а нам зачем учить? Вот, например, Айтан, он уже, естественно, и не подросток. Он уже, Айтан, и как, ну, там, и Торо учит, и женат у него. Все, он уже есть. И, значит, пятый отрывок говорит, что ишма хахам, и даже услышит мудрец хахам, услышит отсюда кое-что, да? И что в Йосеф лэках. И он добавит себе лэках, это, ну, уроки такие жизни. Лэках это какие-то такие изюминки такие, да, жизни. То есть, даже хахам, который знает всю Тору, да, он все равно послушает Мишли, вот эти вот примеры. Эту книгу изучит. И он добавит себе какие-то изюминки, да? Вэ навон так было так не. И тот, кто навон, навон это тот, кто, у него сильная логика. Да, и он уже от слова бина, да. Навон это тот, у кого хорошо работает логика, сообразительность. Он тахбулот и кне. Он приобретет. Тахбула это хитрости разные. То есть, он еще какие-то логические схемы, он приобретет из этой схем, из этой книги. Например, тут есть очень гениальная такая штука, которую я раньше нигде не встречал. Есть бина, это понимать вещь из вещи. Есть твуна, это тоже тот же корень. И также переводят на русский, переводят и то сообразительность, и то, или и то мудрость, и то. Малбим объясняет, что бина, это когда ты понимаешь вещь из вещи, то есть ты детализируешь. У тебя есть информация, и ты ее разбираешь на более мелкие составляющие. Дедукция, индукция. Твуна, да, это когда ты берешь кусочек информации и его соединяешь с другими кусочками и видишь большую картину, то есть уходишь вдаль. Расширяешь масштаб, уменьшаешь масштаб. То есть, все вот эти вот, это одна из тахбулот, которые приобретет Навон. Навон это уже сообразительный человек, у него есть схема мышления. Есть люди, вот он соображает, но у него все равно в мышлении есть там 10 схем, по которым он обычно раскручивает свою логику. Так, в этой книге есть не 10 схем, здесь есть 110 схем, и даже человек сообразительный, он усилит свой мозг. Все, дорогие друзья, значит, мы изучили, сегодня дошли до пятого отрывка. Значит, скажу вам так, шалом, Виктор Комиссарук, привет, значит, мы начали сегодня в 10.10, но будем стараться в 10 начинать. Значит, расскажу секрет запоминания. Для того, чтобы запомнить что-то, есть очень важный секрет. Нужно долгое время держать информацию в своем сознании. Как это делать? Размышлять над ней, проговаривать ее, искать какие-то логические связи, вдумываться в нее. И в мозге есть фильтр. То есть, он запоминает только ту информацию, которую ты долго держишь в сознании, или которая эмоционально сильно заряжена. То есть, две вещи, два есть рычага, которые помогают информации пройти из кратковременной памяти в долговременную. Первое, это время нахождения, когда ты держишь, 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 держишь. Как удерживать, размышлять, думать, цеплять ассоциативными связями и так далее. Второе, это то, что заряжена эмоцией, заряжена эмоция, оно сразу туда проникает. Значит, что-то это важное, раз человек эмоционально к этому относится. Третье повторение? Третье повторение, третья основа, это повторение, да. Ну, повторение, оно все равно действует по закону, то есть, как обойти фильтр, что ты удерживаешь, да. Повторение позволяет удерживать. Все, друзья, поэтому еще раз зайдите на портале Воикра. Есть полностью уже перевод первой главы Мишли. Там на каждый отрывок я писал как раз вот то, что рассказываю, писал перевод комментария Малбима. Еще раз посмотрите, подумайте, подумайте, как это применить в жизни, где вы с этим встречались. То есть, расскажите кому-то, и Тора, она зайдет. Запишите на скрижалях сердце своего. Сказал царь Соломон там дальше, что Тора надо записывать на скрижалях сердце. То есть, ее нужно прямо вбивать в свое подсознание, и она тогда будет древо жизни для тех, кто за нее держится. И тот ее поддерживает счастлив. Она твое долголетие, она даст тебе почет, деньги, славу, все. Значит, поэтому Тора наша жизнь, учим Тору. Все, пока, удачи, успехов. Я знаю, ты можешь. Пока. Все, пока. Виктор спрашивал, что еще.